всем привет мы на базе на цветочной базе мочу лика вот так вот общим планом у нас орхидейки есть конечно остались и кажется с прошлых поставок но если новенькие мы сейчас подробно посмотрим наверное все орхидеи чки которые я тут нашла но миники я не стала отбирать они 450 рублей это цена без надбавки 30 процентов что здесь интересного здесь есть миночки желтые такой вот нежный желтого цвета встречаются они довольно таки редко таких расцветок основном белые темные и коралловые такая вот желтенькая уже по насыщеннее серединкой действительно редко встречаются я думаю что это даже будет находка вот кто собирает минички и вот такая вот есть них таких вот две штучки интересненькие жалко не уже батончики отсушили 400 50 рублей их цена так и есть тут мидии они у нас в расцветочке вот такой и вот беленькие и желтенькие но эти уже как мультифлорки идут а я так согурили но у них свой суд название сорта вот тут дождик дример по одному растению в горшочке на или делает еще осталось тоже в районе двух тысяч она как американский гибрид она здесь тоже уже довольно таки давно стоит но ее качество гораздо лучше чем во флор и виль и вот этот вот еще каскадик давно так станет еще мы когда с вами были вот и мы с ним все так вот неплохо крупный цветковый цветочки никакие не сушит он тоже будет где-то пинк на уме около двух тысяч стоит просто несмотря на то что он здесь стоит мы последний раз здесь были с вами две недели назад а теперь давайте пройдемся не тут вроде бы отобрала чтобы не шуршать всевозможные тинкер белз он и в азиатском название такое же очень складный кустик все цветочки смотрят в одну сторону в одну сторону эта посадка green balance поэтому носит торфяной субстрат цветочки небольшие но очень эффектные и он всегда такой шапочкой цветет его цена он идет у нас как сортовой будет где-то 1700 с набавкой амстердам вот это очень редкий амстердам такой пушистый на два цвета носа идет как давать цвета носа микс это будут это 1100 стоить так вот он конечно не очень складный они все смотрят в разные стороны но довольно таки пушистый просто у этого сорта так вот встретить вот таком вот довольно таки редко такой красавчик форма цветка у него еще такая вот как у монако редко такая встречается форма цветка скажем так прямоугольная так вот такой вот у нас персик тоже идет как сортовой и также будет где-то 1700 стоить с с камнями да у него очень плохо его поздно для не перенадись еще хоть как-то корню что того что он здесь стоит это не свежий во флорове еще хуже корни были ну конечно красивый такой прямо щечки такие румяные ну видимо по здоровью не особо такой хороший две желтенькие одну я знаю что это второй нет вот это у нас амадеус она чуть поярче мне ну вот наверное так а вторая гораздо крупнее цветы крупнее чем ну вот если рядышком поставить с этой леди уайт вот такие вот крупные цветочки у нее ну что вот это за сорт я затрудняюсь так она здесь проходит как никак не проходит ценник у нее нет ну возможно как микс один цветонос микс один цветонос у нас будет стоить около 900 рублей это тоже дороговатым будет так как она идет с привязкой к сорту где-то 1700 дороговато для нее так вот здесь вот две одного сорта но одна с двумя цветоносами а другая с одним они идут как микс я сейчас не вспомню этот сорт довольно таки такой старенький сорт как-то как-то заканчивается помню на он и начинается вроде как на д и с двумя цветоносами но они таки скучновато выглядят хотя корни и у одной и у второй нормальный но вот с одним цветоносом он как-то повеселее выглядит так напомню что с двумя цветоносами с набавкой будет где-то 1100 стоить с одним цветоносом где-то 900 рублей в сторонку поставим чтобы нам продолжить дальше так вот это вот будет один цветонос также крупная такая очень красивая и примечательный краб такой вот на на лепестках и на цепалиях и на петалиях на одних менее выражены на других ярче выражены очень красивая конечно дуба вот по крупности и наверно можно вот с этим сравнить конечно другой сорт это у нас не пинк но вот тоже науми пинг да вон та здесь конечно и губа другая поинтереснее он очень такой красивый даже какие-то разводики видны качественные конечно растюха так давайте подальше это тоже будет у нас микс один цветонос корни проглядываются хорошие розеточка такая крупненькая и сами цветочки не мелкие больше чем стандартного что это за сорт я думаю что тестовый также вот они обе крупноцветковые такие вот так конечно так вот на подарок такой вообще великолепный один коров корни хорошие но тут нужно конечно еще и шейку посмотреть там мы будем сейчас на этом застрять внимание сюда мало кто ездит находится в центре понравилась мне она и цветы довольно таки крупные всего один цветоносик поэтому будет долго думать вести здесь не только шейнон там смотреть нам здесь хорошо что пакетик порвался но подсыхать будет получше вот такая вот один коров там качественная такая а вот рядышком с ней она конечно похожа на многое и на карибиан дрим но это венус это не карибиан дрим два цветоноса я думаю что эти распустятся ну и и то ли уронили то ли как-то она упала в общем она вылезла из горшка и этот в общем то неплохо все это дело подсохнет что бы пакетик ли не дорвается так но она идет как сортовая поэтому она будет стоить где-то 1700 вивальди вивальди очень редко идет как сортовая в данном случае она гораздо темнее даже не так вот так даже все равно темнее ну ладно ну хороший старенький сорт качественный и часто на крайне на кончиках она мутирует часто вот тут и не раскрывается бабочками такая вот особенность сорта такой вот биглипчик он тоже без цены и был он такой во флор и виль как то это они там его тоже назвали по-азиатски энджел что-то там цены его здесь нет а вот есть фру также будет 1700 стоить но флор и велел 1300 было в колене все в порядке красивая такая она конечно чем у нее здесь здорово у нее вот эти прожилки они они приглушенные то есть они не ярко так а как будто растушеваны интересно так black pearl он же черный у меня жемчужина как она как этот камень господи ладно вот такой вот пушистый костик их таких несколько а точнее там даже по-моему две палетки они приходили у зибо они подороже мне кажется у нее были или также не помню но у них у всех довольно таки крупная розетка вот у этих кажется что нет а вот у зибо были прям лошади потому что такой контраст был маленькие цветочки и такая прям розетка здоровая так вот это у нас есть интересненькая такая дебилетчик тоже зибо его привозила по флоризии не помню был он или нет будет идти он как сортовой где-то 1700 очень красивый с таким орнаментом и у джимби есть похожий сорт тестовый и с корнями здесь все в порядке а вот у зибо они приходили все из точки роста но здесь я смотрю она чистенькая тоже такой компактный будет растеница форма цветка обалденная конечно и вот эта акварельность по краешку замечательно так вот у нас еще что есть мне кажется это все жаль а мелоди не она но может и мелоди так процила давал цвета носа довольно таки такая значительная розетка будет но листочки узенький в общем то 20 тонуса тут я поднимал ее сейчас попробую с крышками было все в порядке вот так вот еще один у нас микс один цветонос и это у нас компилейшн этот черт соль этот соль также часто встречается у джимби но тут мне кажется она по качественнее в общем то шейка прям вообще чистенькая чистенькая крышки тут их не так много конечно но они есть но тут все вот так то один цветонос поэтому я думаю что она с легкостью справится с таким цветением последний бутончик открывается так ну джилен здесь он очень часто и всегда хорошего качества он тут только по два бутончика осталось наверху я думаю так же распустится один цветоносик чуть покороче другой по длине вот если их вот так вот рядышком ну в смысле это так вот закрепить проволочку будет смотреться прям очень эффектно один продолжает другого листочки в краб все как надо на этом все все что я сейчас брала но мы сейчас пройдемся это уже крупные цветковые не мало ли у них там да на улице уже холодно и конечно пандору я не схватила да вот у нас еще пандора есть она идет как 20 масса и здесь в день и уже 20 и мы ее скорее всего с вами видели в прошлый раз здесь я думаю все скотер достать она вообще держаться не будет так вот я по этому не доставала но у меня это уже холодно и без утепления уже лучше их не таскать так вот это интересненький такой и он приходил у нас в магазин ну крупноцветковым крупноцветковый такой был длинный длинный но в двенадцатом горшочке да да это он видимо как мелкий мелкоцветковый его отправили в категорию микс а так вот тоже очень красивое растение конечно так так мошки здесь летают так все вот этот вот старенький грибчик у нас уже на корни портится листом вырвали очень красивый эффектный мои любимые приглушенные оттенки скажем так патинированные да но оставим его тут доживать вот еще один длинный тот который я вам показывала по это по пушильности притория какой нибудь нептун ну вот этот цветочек очень похож на нептун а вот это уже конечно на варшавле ну может быть отцветает поэтому так загнулся ну отсюда мы с вами вроде как бы все взяли или в липтике. Тоже будет как один цветонос. Микс. Около 900 рублей. Такое мы с вами смотрели. Ну, похоже, конечно, на Дебру. Но только переднюю. Ну, даже вообще не похоже. Все равно. Не она, конечно. Адритория еще. В 14-м горшочке. Белые крупноцветковые. У белых часто, конечно, грибковость такая. Вот, вы знаете, она мне ну, почти по грудь. Такая прямо высокая. Ну, здесь, конечно, она стоит еще чуть повыше. Все равно, по-моему, она особенно высокая. Так, ну, все. Тут мы с вами все посмотрели. Вот здесь, да. Ну, вот этот я вам вытащила персиковый посмотреть. Вот так вот. Это, возможно, интересный библибчик. Такой вот расписной. Часто встречается. И у GMP я тоже такие видела. Он у нас будет идти как сортовой. Поэтому тоже 1700. Адекватно у нас объективно, на самом деле. Цены подросли. И с лета. Вот. Ну, на этом мы с вами попрощаемся. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok